Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаю обзор абсолютно честный на G-SOR 1008. Я не знаю, правильно ли произношу название данной машины, но если кто знает, как правильно, я не прав. Но, соответственно, пишите в комментариях, для того, чтобы я знал, как правильно называть данную технику. Что же касается самой машинки, выпала она мне из снежного шара, к сожалению, на не основном аккаунте, но я все равно этому безумно рад, потому что имею возможность заснять вам, как я уже говорил, абсолютно честный обзор на данную машинку. И если вы за честные обзоры, если вы за честность ютюбера, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, гарантирую и обещаю, никогда ни разу вам не совру и буду давать только честную информацию по поводу того, как техника играется в средних руках. У меня процент моих побед от 50 до 55, в зависимости от аккаунта, на котором эту статистику можно посмотреть. Ну что, ребятки, если вы не скилловые игроки, соответственно, мой канал подходит вам как нельзя лучше. Итак, ребят, смотрим на G-SOR 1008. Я посмотрел на характеристики по броне данной машины на специальном серваке и что могу сказать? Это картон, ребят, просто такой убожеский картон, ну прям страшный-страшный. Вот здесь вот самое твердое место я нашел на весь танк, реально, ребят, ну точнее говорить на ПТ-шку, правильно? Самое прочное место вот здесь вот в верхнем бронелисте с учетом приведенной, ребята, брони, приведенной 137 в верхнем бронелисте. Вот и все. Что касается, ну, лба башни, то лоб башни 52 миллиметра, самое толстое, что я нашел вот здесь вот вот в этой части. Более плотного я ничего не нашел. Что касается борта башни, то это, честно говоря, жесть, потому что здесь 38, ребята, ребят, 38, не 68, не 58, 38. Короче говоря, фугасы в вас будут засовывать только так, как только вы подставите. И что касается кормы, здесь вообще, ребят, смехотворные 25 миллиметров, что в башне, что здесь внизу. Короче говоря, ребят, это даже не картон. Это, я бы сказал, такая статуэточка ПТ-шечки, сделанная из мокрой туалетной бумаги. Вот так вот я описал бы бронированность данной техники. Теперь давайте будем заценивать то, что я всегда люблю заценивать в ангаре, а все остальное будем заценивать в бою. Будем заценивать орудие. Орудие по техническим характеристикам 3,3 время сведения. Заявленная циферка меня очень радует. Ровно как меня радует разброс в 0,328, я так понимаю, что, скорее всего, данная машинка должна классно отрабатывать на дальних расстояниях. Насколько эти цифры реально хорошие, можно увидеть только в реальном бою, ребят. Очень часто бывает такое, что заявленная цифра приятная, а играть с ней практически невозможно. И бывает наоборот, заявленная цифра фиговая до безобразия, а в бою-то и не чувствуется совсем. Поэтому, ребятки, посмотрим непосредственно в катке. Урон в минуту 2500 ДПМ, а в принципе на 8 левеле для ПТшки, я бы сказал, что цифры вполне себе даже нормальные. Время перезарядки 14,18, но это, ребят, с учетом того, что я поставил себе амуницию, которая улучшает скорость перезарядки и оборудование. Кто-то в комментариях напишет по поводу того, что надо ставить пробой и так далее. Ребят, я за то, чтобы я стрелял чаще, я катаю так. Если вы со мной не согласны, пишите, пожалуйста, в комментариях. И скажу сразу, почему не увеличивал пробой. Потому что, в принципе, на 8 левеле 248 это и так вполне себе нормальная цифра. А улучшать пробой буквально на 5%, ну, как бы, как мне кажется, практически ни о чем. Поэтому я лучше ускорю время перезарядки на 0,31. И мне кажется, что это существенно должно улучшить качество игры на данном аппарате. Если не понравится, потом обязательно поменяю. Итак, по поводу брони я уже вам говорил. Что касается того, что за орудие, значит, время перезарядки в магазине 2,5 секунды. Я больше чем уверен, что будет комфортно и удобно. Два снаряда в магазине по 350 единиц альфы. Того получается 700 единиц за 2 секунды. Ну, то есть первый выстрел 2 секунды, второй выстрел 700 единиц. Вы уже с кого-то сняли. Я думаю, что должно быть нормально. И время перезарядки в магазине должно быть таким, чтобы на дальних расстояниях товарищ, в которого вы целите, скорее всего, не должен был успеть уехать. Углы склонения вверх крайне. Крайне маленькие. Меня очень сильно удивляют. Всего лишь 9. Но в целом, ребят, мы по воронам стреляем крайне редко. Поэтому посмотрим, что это будет в катке показано нам по факту. И вниз минус 8. Ну, посмотрим. Возможно, минус 8 будут отыгрываться вполне нормально, вполне комфортно. Что же касается, ну, как бы минус 8 где, минус 8 здесь, или когда вы орудие склоняете, опять-таки будем сейчас попробовать посмотреть непосредственно в самой каточке. Проверяем, чтобы я не попал в режим Big Boss, в котором особо ничего не заценишь в этой вакханалии. Ну и погнали, ребятушки, с вами в первую катку на G-SOR 1008. Я специально ни одной каточки не играл на данной машине, для того, чтобы заценивать ее прям с первого боя, такой, какая она есть. Не знаю, правильно это, ребят, или неправильно. Посмотрим. В любом случае, откатаем не одну, а хотя бы две каточки. Ну и по результатам будем уже подводить итоги. Насколько данная ПТ-шка действительно хороша собой. Единственное, что я не помню, после записи последнего своего видео, включил ли я звук игровой. Я имею в виду звуки техники, звуки выстрелов. Если нет, то после этой каточки включу. Ну уж, ребятки, не буду поправлять это все. Нет, звук все-таки есть. Тихий, но есть. Надо будет немножко подправить. Ну а там на второй катке посмотрим, действительно ли стоит что-то изменять. Я почему сказал, что не помню, исправлял, не исправлял, решил не перезаписывать, потому что, ребят, я никогда ничего не перезаписываю. Я вот снимаю так, как есть на самом деле и показываю все, как есть на самом деле. Если бы я сейчас вышел из боя, начал бы что-то менять, это была бы уже не первая катка. Ну, соответственно, уже какой-никакой, а маломальский обман с моей стороны был бы. Я, честно говоря, с учетом отсутствия брони, очень сильно сейчас ссыкую выезжать куда-то, ну, прям вплотную к товарищам и с ними где-то бодаться. Ровно как и боюсь сейчас попасть в прицел вообще кого-либо, потому что понимаю, что меня, в принципе, даже с зубочисткой сейчас проковырять могут. Да, не хватает скорости поворота башни, к сожалению. Ну, ладно, окей. Так, ну, покажись, брат. Ну, слушайте, точность орудия меня радует. Смотрите, скорость перезарядки тоже радует. Я не могу сказать, что сейчас был дискомфорт. Дискомфорт немножко ощутил из-за того, что, ну, не сильно бодро, прямо скажем, поворачивалась башня. Но в целом, ребят, вот сейчас даже магазин перезарядился, и я могу сказать, что скорость перезарядки даже в целом магазина меня радует. Давай, откатись немножко назад еще, тайпик 57-й. Ну, нет, хорошо. Снаряд летит бодренько. Опять, опять со второго снаряда не попал, но ЛТТБ товарищ быстрый, поэтому, к сожалению, второй раз шотнуть в него не получилось. За это время наши уже все слились. Не очень меня это радует. Я так понимаю, что сейчас я, скорее всего, останусь один, и то благодаря тому, что пас задних и никуда пытался не вылазить. Так, хорошо. Ну, как я и говорил, остался я, ребят, один. Вот такая вот первая каточка на данной машине. Но, слушайте, мне все равно, даже с учетом того, что это однозначный, ребят, проигрыш, понятное дело, что я сейчас сам, ну, абсолютно не имею никаких шансов затащить с учетом времени перезарядки магазина, с учетом картонности, с учетом того, что четверо все-таки товарищей красных против меня, а не даже хотя бы двое там каких-нибудь, пускай не до конца шотных. Но буду пытаться сопротивляться до последнего, хотя сомневаюсь, что это даст какие-то позитивные результаты. В целом, ребят, я в любом случае доволен. Скажу вам почему. Потому что, по крайней мере, по вот таким вот субъективным ощущениям, машинка отыгрывается на дальних расстояниях довольно-таки хорошо, как я и предполагал. И точность орудия, время сведения, скорость полета снаряда, разброс, ребят, он позволяет. Действительно, вот эти все эти показатели позволяют отыгрывать на дальних расстояниях. Итак, 1950 единиц урона, один уничтоженный товарищ. По результатам фарма. Я понимаю, что смотреть особо не на что, поэтому открывать подробности не буду. И что касается результативности по команде, абсолютно с легкостью, первое место, почти два косаря урона за вот такой вот бой. Ну, не знаю, мне первая каточка зашла. Сейчас обязательно запрыгиваем во вторую. Ну и давайте попытаемся поиграть еще раз на дальнем расстоянии. Все-таки, ребят, исходя из того, что я увидел в броне, точнее, что я не увидел в броне, а именно ее присутствие, я все-таки не хочу. Не хочу, ребят, абсолютно никуда вылазить. Вот прям совсем не хочется. И зная цифры в 38, 25, 52 и самое твердое в виде 137, я для себя понимаю, что в принципе в меня могут кидать просто-таки вслепую, даже не сводясь, просто надеясь на то, что в меня долетит и больше, чем достаточно будет. Теперь давайте поговорим по подвижности данной машинки. Подвижность у данной машинки в целом очень себе даже приятная. Я не могу сказать, что она отстает от других ПТ-шек. Есть ребята более унылые, есть, конечно, ПТ-шки более бодрые, но поверьте, по ощущениям я еду не очень медленно и очень даже-таки себе уверенно. Вот сейчас кинул на фарт, ребят, просто на фарт, не сводясь, умудрился минуснуть один ствол у противников. Теперь давайте по поводу углов склонения. Смотрите, я сейчас стою на, я бы сказал, небольшом возвышении, вот так вот. И смотрите, мне, ребят, хватает, абсолютно хватает, ребят. Поэтому, что касается углов склонения, если и будет дискомфорт, то, наверное, все-таки на более больших неровностях, чем это. И вот сейчас закидываю вполне спокойно два шота. Понятное дело, что отхватываю в ответ, но два своих я забросил, все окей. Зря, зря, ребятки, я поремкался, а потом еще и лечебку включил. Не думал, честно говоря, что меня так жестко кританут. Вот сейчас очень-очень неприятная для меня ситуация, потому что у меня сейчас остается крайне мало хпшки. У меня сейчас остается два противника, которые здесь. Если сейчас на меня начнут буровать, понятное дело, что задавят. Мне же остается надеяться на моих союзников, которые попытаются что-то сделать, попытаются помочь. Красавчик, лорка, молодец, так и стой. Я уверен, что сейчас я в него два раза смогу закинуть. И это, ребят, с кританутым орудием. С кританутым, ребят, не с полным нормальным сведением. Не знаю, я, ребят, кайфую. Я настолько сильно жалею, что две машины, которые выпали мне в данном новогоднем ивенте, упали на неосновные мои аккаунты. Но прям грусть-тоска меня съедает, ребят. Съедает до безобразия. Эх, если бы они упали все-таки мне на основу. Смотрите, ну вообще красота ж, ребят. Красота. Смотрите, на каком подъеме минус 8 отыгралась. Ребят, реально классно. Мне лично понравилось. Я ожидал худшего в отношении углов склонения орудия вниз. И что я вам могу сказать? Я бы данную машинку однозначно рекомендовал рассмотреть к приобретению, если вдруг она будет на новогоднем аукционе. Она действительно очень прикольно отыгрывается на своем левеле. 1880 единиц нанесенного урона, если я не ошибаюсь. 4 уничтоженных товарища. Я сделал для победы все необходимое. Что касается результативности по фарму, то 52,5 тысячи без учета према. И 72,5 тысячи, если был на аккаунте активирован прем. Я считаю, что для 8 левела за вот такой, ребят, бой с таким вот, ребят, уроном очень себе-таки даже неплохо. Что касается результативности по команде в отношении урона, занимаю второе место, чему безумно рад. Что могу от себя сказать? Да, безусловный безумный картон, просто-таки ужасный. Ни в коем случае не выезжать на первую линию и даже держаться подальше от второй. Искать где-нибудь позиции стандартные для ПТшек или нестандартные для ПТшек на дальних расстояниях. На дальнем расстоянии машина отыгрывается просто великолепно. Благодаря, как я уже сказал, хорошему КД между снарядами, великолепной точности, очень хорошему времени сведения и великолепному разбросу. Вот такое вот мое субъективное мнение по поводу G-SOR 1008. Если вы со мной согласны, не согласны, имеете что добавить или что возразить, обязательно пишите в комментариях, ставьте обязательно лайки этому видео, буду вам безумно благодарен. Подписывайтесь на канал, ребятушки мои золотые, если вы за честность обзоров, которые я, ребят, гарантирую. И если у вас есть финансовая возможность помочь развитию канала и поддержать штаны ютюберу, пожалуйста, донатьте через ссылочки в описании к видео. Я буду вам безумно за это благодарен. Поверьте, канал в этом очень сильно нуждается. Ну и я в частности. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Всего хорошего. Пока-пока.